Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю закончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту в отношении 32-летней женщины, которая в январе 2014 года в частном доме, расположенном в поселке Георгиевка, районе имени Лозо, оставила в течение трех дней в неотапливаемом доме своих малолетних детей, девочку полутора и трех лет. В ходе... информация о данном преступлении поступила 11 января 2014 года в органы внутренних дел, был осуществлен выезд на место происшествия. На месте происшествия в доме были обнаружены две девочки, труп полуторагодовала девочки, которая замерзла, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. И трехлетняя девочка, которая находилась в кровати, в летней одежде, неукрытой, в доме температура была отрицательная, вся вода в системах, вся вода, которая находилась в чайниках, вся она была... уже превратилась в лед. Как установлено следствием, 8 января обвиняемая вместе с двумя еще своими детьми, 10 и 6 лет, пошла в гости к своим соседям в течение 8... ну, в период с 8 по 11 января систематически распивала спиртные напитки. Никаких вопросов у нее относительно того, в каком состоянии находится ее дочери, не возникало. 11 января пошла на почту получить денежные средства за старшего сына, который она получает в связи с потерей кормильца. Почтальон, увидев ее в состоянии алкогольного опьянения, забила тревогу, поскольку знала о том, что у нее имеются малолетние дети. Вызвала сотрудников полиции, а сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В ходе следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело окончено расследованием. Действия обвиняемые квалифицированы по части 2-й и 105-й статьи Уголовного кодекса, это умышленное убийство заведенного малолетнего. По 115-й статье в части последствий, которые наступили для второй малолетней дочери. И по 156-й по ненадлежащему исполнению своих обязанностей со стороны родителей. Общее наказание, которое может быть назначено по данной статье, до 20 лет лишения свободы, либо смертная казнь, поскольку она не применяется, может быть заменена на пожизненное заключение. Мама раскаялась, и что сейчас со вторым ребенком? Всего детей пятеро было. Один ребенок, соответственно, умер, четверо осталось живых. Все они в настоящее время в отношении всех принято решение о лишении родительских прав ее, и они переданы на попечение родственникам. Старший сын передан на попечение дедушке умершего отца этого ребенка, остальные трое детей родственникам матери. Помимо всего прочего, в ходе следствия установлено было, что в течение 2009 и до сегодняшнего дня неоднократно в отношении матери принималось решение о привлечении к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей по воспитанию детей. В связи с тем, что своевременно органами опеки, попечительства и иными уполномоченными органами не было поставлено вопроса об изъятии детей, а констатации факта опасного положения для детей и их изъятия из этих условий, в настоящее время следственными органами расследуется еще уголовное дело по факту халатности. В ходе следствия будут установлены конкретные должностные лица, которые виновны в несвоевременном принятии решений, что повлекло за собой такие тяжкие последствия в виде смерти одного ребенка и причинения телесных повреждений другому ребенку.